Власти Армении не признают примерно 300 тысяч своих граждан, западных азербайджанцев. Это одна десятая часть нынешнего населения Армении. Это также означает, что официальный Ириван нарушает гражданские права азербайджанцев. Тем самым, власти Армении попирают международно-правовые нормы. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 2022 год, 108 миллионов 400 тысяч человек покинули свою страну из-за военных конфликтов, преследований, давлений, насилия, религиозной, национальной дискриминации и других причин. Согласно отчету за мае 2023 года, этот показатель достиг 110 миллион человек. Западно-азербайджанские тюрки стали жертвами национальной и религиозной дискриминации своей страны, то есть нынешней Армении и армян. Армяне при поддержке своих западных покровителей России и бывшего СССР изгнали западных азербайджанцев с их исторической и исконной родины. Международное сообщество, включая западный мир, игнорирует факт запрета Армении впускать своих граждан в страну. В то время как после Второй мировой войны евреи, которые стали жертвами преследований фашизма и нацизма и были изгнаны из своих домов в Германии, Польше и других странах, смогли вернуться в страны, гражданами которых они были до войны. То есть были репатриированы. Правда, эти страны не были родиной евреев, но были их государством, и гражданство евреев, ставших жертвами Колокоста, было восстановлено. Главной целью общины Западного Азербайджана является возвращение на родину, на исконные земли, в Армению. В этом смысле власти Армении должны обеспечить их репатриацию. В заявлении общины по случаю Всемирного дня беженцев также говорится, что община всегда готова к прямому диалогу с правительством Армении по вопросам, представляющим взаимный интерес. Процесс репатриации и обеспечение коллективных и индивидуальных прав после возвращения должны быть обеспечены в рамках соответствующего международного механизма. Не секрет, что 35 лет назад на глазах всего мира западные азербайджанцы были изгнаны из Армении. Изгоняющие не стеснялись применять силу и оружие. В результате проводимой этнической чистки со стороны Армении, азербайджанцы, являющиеся гражданами этой страны, были насильно изгнаны со своих исконных земель. В итоге Армения стала моноэтнической страной. Это результат фашистской, шовинистической политики, проводимой на государственном уровне в Армении. Этот насильственный процесс повторялся на протяжении всей истории, особенно в 1905, 1906, 1918, 1921, 1948, 1953 и 1987, 1991 годах. Конечно, все проблемы можно решить путем переговоров и обсуждений. Несмотря на постоянные усилия общины западного Азербайджана к установлению диалога, Армения по-прежнему не отвечает на призывы общины к примирению. Армения сотрясает воздух, говоря о мире и сотрудничестве. Только при этом постоянно избегает дискуссий. Потому что сама и виновата. Также известно, что принадлежащие тюркам кладбище, культурные и религиозные памятники в западном Азербайджане систематически разрушались Арменией и армянами. Топонимы изменялись и фальсифицировались. Более 250 тысяч человек, изгнанных из Армении за последние 35 лет, лишились возможности посетить могилы своих близких. Поэтому мирные переговоры – это самый оптимальный вариант для возвращения на родину мирным путем, а также достижения мирных целей. Важно уважать нормы и принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет государства, а также ценности мира, примирения, реинтеграции и сосуществования. Некоторое время назад письменная декларация, предложенная членом делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы, председателем подкомитета Ассамблеи по правам человека Кемалом Джафаровым, по теме Западного Азербайджана была опубликована в качестве официального документа Парламентской Ассамблеи Совета Европы, получив поддержку достаточного количества членов Ассамблеи. Письменная декларация, подписанная 31 членом Парламентской Ассамблеи, представляющим три политические группы, состоящие из 10 стран, таких как Германия, Австрия, Азербайджан, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Турция, Украина, призывает Совет Европы и международное сообщество поддержать право на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, а спикеров Ассамблеи включить этот вопрос в свою повестку дня. В документе от правительства Армении требуется обеспечение безопасного возвращения азербайджанцев, изгнанных с родной земли, гарантий их безопасности и получения согласия на содействие международных миссий в этом процессе. Таким образом, рано или поздно международное сообщество примет во внимание нарушенные на протяжении многих лет гражданские права западных азербайджанцев. Армения и армяне добровольно покорятся этой истине. И этот день не за горами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова